Здравствуйте, я Владимир Банчиков. Это наша традиционная рубрика «Золотые перья». Обзор наиболее интересных, на наш взгляд, материалов свежих газет. Тема недели, прошедшей в Санкт-Петербурге форум Народного фронта. Один из его участников от Бурятии, редактор газеты «Аршан» Аркадий Зарубин, пожаловался Путину на злоупотребление властью главы Тункинского района Андрея Самаринова. МК публикует развернутое интервью с Аркадием Зарубиным. Я доволен результатами. Рады и тункинцы. Сразу же после прямого эфира мне начали звонить друзья, знакомые, коллеги из Тунки и благодарить за то, что я донес до Владимира Путина информацию о злоупотреблениях Самаринова. Реакция на интервью Зарубина со стороны Самаринова и главы Бурятия Вячеслава Нагаицына последовала быстро. Первый сказал, что Зарубин позорит Бурятию перед Путиным, второй обвинил журналистов в клевете. Настораживает тот факт, что Вячеслав Владимирович часто очень болезненно реагирует на критику в адрес Самаринова. Называет его честным человеком. То есть он либо не в курсе, кто такой Самаринов, а значит не владеет информацией о жизни Бурятии, либо вызывает смутные подозрения его роль старательного пионер-вожатого, прилежно опекающего своего подшефного. Ни один из глав районов Бурятии не удостаивается такого трогательного внимания со стороны руководителя республики. К чему бы это? О реакции главы Тункинского района и главы Бурятии уже знают руководство ОНФ и там готовы оказать журналисту правовую и административную поддержку. Интересный материал в преддверии 9 мая вышел в информполисе, правда не в газете, а на сайте. Журналист Роман Попов раскопал историю о том, как 92-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, банк накануне 9 мая пытается выселить из квартиры. Не для того я защищала родину, чтобы теперь ходить и кого-то просить, чтобы меня не выкинули на улицу, как бездомного щенка. Плачет 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна. Дожили, что теперь ни за что будем вынуждены скитаться по помойкам. История длинная и очень поучительная. Советую почитать всем. Номер один пишет о результатах конкурса «Учитель года». Впервые за всю историю конкурса «Лучший учитель Бурятии» его выиграл не опытный педагог, а совсем молодой парень, недавний выпускник вуза. Победителем стал 25-летний учитель истории 14-го гимназии Алексей Тихонов. Также этот педагог станет первым из лучших учителей года, ставшим на целый год общественным советником министра образования Бурятии. Читайте интервью с бурятским Нестором Петровичем в номер один. На этом у меня все. Увидимся через...